По данным исследования Высшей школы экономики, впервые за 10 лет в России снизилось качество образования. Средний проходной балл на бюджетные места сократился на 0,6 балла по регионам и на полбалла по стране. Связаны ли данные и показатели с переходом на онлайн-обучение или просто нежелание молодежи учиться? Об этом в нашем сюжете. Результаты исследований ежегодного мониторинга приема на бюджетные и платные места российских вузов показали, что качество образования снизилось. Чтобы попасть на бюджетное место, требовалось в среднем на 0,5 балла меньше, чем в 2020 году. Почему же снизился проходной балл? Авторы исследования объясняют это тем, что в прошлом году больше бюджетных мест Министерства науки и высшего образования Российской Федерации выделило преимущество региональным вузам. То есть на бюджет смогли поступить и те, кто раньше не прошел бы по конкурсу баллов. Еще одна тенденция приемной кампании заключается в том, что число негосударственных вузов продолжает сокращаться за два года на 13%. В условиях пандемии слабейшие вузы продолжают уход с рынка. В то же время граждане отмечают снижение уровня подготовки абитуриентов. В результате этого их родители вынуждены вкладывать дополнительные средства на разные роды подготовительных курсов и репетиторов. В среднем по стране родители полагают, что на это необходимо потратить 1 миллион и 78 тысяч рублей. Это показало опрос, который провела компания Сбербанк в 37 крупных городах страны. 76 участников опроса уверены, что качественное образование – это залог жизненного успеха. Россияне полностью или в основном согласны с тем, что таким образом можно зарабатывать намного больше. А 83% респондентов уверены, что хорошее образование позволяет сделать карьеру быстрее. Мы опросили жителей Верхневолжья и узнали, что они думают о нынешней системе образования в Тверском регионе и в России в целом. Как вы оцениваете уровень образования Тверских вузов? Положительно. Высокий уровень. Несмотря на то, что есть большая активизация всех СМИ, потребностей, промышленности, что нужны не люди с высшим образованием, а люди с рабочими профессиями, но тем не менее не прекращается число желающих поступать в вузы Тверского региона. Уровень хороший, что у нас хорошее образование и если учиться стараться, то все получится. Система, мне вообще не нравится, что вот сейчас сделано, министерство нашего образования. Я уже 37 лет работаю в этом заведении учебного учебного. У меня практика больше, чем теория, поэтому это все бред и это все неправильно. Готовы ли вы платить за образование вашего ребенка? Вообще да. А вы не считаете, что оно должно быть бесплатным? Ну, для кого как. То есть и так, кому-то бесплатно, кому-то платно. Я родилась в Советском Союзе, мы все получали бесплатное образование, потому что я считаю, что и наши дети, и внуки должны получать бесплатное образование. Хорошо. Потому что это для государства тоже плюс. Потому что наиболее талантливые дети могут получить образование, даже если у них нет средств. При этом средний чек, который россияне оплатили за первый год обучения в вузе, вырос на 17%. С более чем 164 тысяч рублей в 2019 году до 192 тысяч рублей в 2021 году. Остается надеяться, что вместе с ростом стоимости образования будет повышаться и его качество. Продолжение следует...